Человечка. Этого человечка нам показал в Астане один специалист по оригами из Японии. Зовут его Ташауки Цзуки. Берем листочек. Это у нас бумага, она идет... Бумага похожа на бумагу в оси. Это бумага специально для оригами. То есть в основе любой фигуры в оригами лежит квадрат. Для того, чтобы нам сейчас сделать человечка, нам сначала надо собрать базовую форму. Есть такое понятие у нас. Базовая форма идет двойной треугольник. Теперь складываем, берем за углы и просто на все сминаем к центру. Видишь? Все четыре угла. Теперь мы берем вершину и вдоль средней линии опускаем вниз. Сложите разгладь линию. Теперь также наша вершина, только она опускается до линии пересечения, которую ты сейчас сделаешь. И опять подгибаем. Теперь совмещаем линию с основанием, то есть с низом. И получаем еще одну линию. У нас таким образом треугольник разделился на четыре одинаковых полосочки. Теперь каждую полосочку надо еще раз сложить пополам. Успеваешь? Да. Вот теперь вершину до первой линии пересечения. После этого опять сложить пополам уже вторую линию, вторую полосочку. Раскрываем, складываем третью полосочку. Вот теперь надо раскрыть его полностью до исходного квадрата. Аккуратненько. Меня вообще не видно. Вот теперь смотри. Здесь теперь надо собрать гофрировку. Но каким образом? У нас сейчас каждая линия будет складываться по квадрату. То есть первая линия у нас выделяется вершиной. Ровненько. Никуда не торопясь. Ну а что, это человечка делали, а ты журавлька. Это довольно сложный, интересный человечек. Хотя по своей сути не сказал бы, что он сложный. Теперь. Следующая линия, она идет, если это у нас выделяется на эту сторону вершиной, вторая линия идет долиной, то есть она загибается вовнутрь. Вот смотри, видишь? И также по квадрату всю линию надо вогнуть вовнутрь. Сейчас это все сложится и должна получиться фигура в виде креста. Здесь никаких тонкостей. Здесь просто на все надо складывать, чтобы потихоньку у нас появлялись вот такие вот уголочки. Видите? В центре. Это как бы сама базовая форма человечка. То есть в дальнейшем уже просто идет трансформация его или мужского пола, или женского пола. Есть даже целый мультик. Ну, это в интернете. О том, как трансформируется человечек, потом перерастает. Он же трансформируется в дом. И все это делается с одного листа. Вот, 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 видите, получается. А вы... Ну... Я лично считаю так. Если один сделал, второй обязательно это сможет повторить. Профи. Профи. Получилась вот такая базовая фигура. Вот смотрите. Не, не в Чурикен. В Чурикен немножко иначе делается. То есть из этого дальше насколько может работать фантазия. Смотрите. Можно получить даже знак пацифиста. Голубиная пост. Видите? Дальнейшее действие. Просто, Настю, надо слегка приоткрыть фигурку и немножко трансформировать центр фигуры. То есть у нас прогибается линия и продлевается немножко дальше. Это надо просто на все сейчас показать, как это делается. Я просто сминаю внутренние линии для того, чтобы получить фигуру в центре. Вот. У нас надо сформировать руку, тут же сформировать голову и оставить ноги. То есть ноги у нас остаются без трансформации. Сейчас я немножко закончу. И вот потихонечку сминаю. Уже как бы начинается приобретаться форма самого человечка. Теперь мы ему просто на все прогибаем голову. И складываем сначала руки. Формируем локтевой сустав. Одна веселая история. В Ленинградском медицинском институте сдавали экзамен на поступление. И преподаватель задал студенту экзамен. Твой вопрос. Положи мне руку на плечо. Вот положи мне руку на плечо. Все, два, три, муж и те. Знаешь почему? Потому что он поступает в медицинский институт и плечевая кость вот она. Вот, и остается сделать только ноги. Кукловоду у нас негритят нет. Держи свою аватару. Держи свою аватару. Спасибо. Спасибо. Спасибо.